На Ринмаре подведены итоги конкурса по предоставлению грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Из семи заявок, одобренных к финансированию, четыре были представлены крестьянско-фермерскими хозяйствами. В гостях у начинающих фермеров побывала и наша съемочная группа. Анжелика Дементьева, одна из победителей конкурса грантов, несколько лет занимается разведением перепелов. Сначала это было личное подсобное хозяйство, но когда спрос начал расти, увлечение переросло в бизнес. На сегодняшний день спрос превышает предложение, поэтому мы хотим как минимум в два раза увеличить поголовье. И поэтому мы, во-первых, модернизируем немножко помещение, потому что если сейчас, допустим, форточек и открытых дверей хватает, чтобы проветрить, а когда будет большое поголовье, нужна будет хорошая вентиляция. Кроме устройства вентиляции на средства гранта предприниматель планирует оборудовать отдельное помещение для молодняка и кормов. Сейчас в хозяйстве Дементьевых 350 несушек. В день они несут до 250 яиц. Особая гордость – размер перепелиного яйца. Весит такое яйцо 12 граммов. И это хороший показатель. По сравнению с куриным яйцом в одном грамме перепелиного содержится в два раза больше витаминов. В отличие от куриных, перепелиные яйца способствуют понижению холестерина. Чтобы получить такой ценный продукт, кроме особого ухода, требуются и немалые денежные средства. За два дня 350 птиц съедают мешок зерна, а это 2000 рублей. Сейчас вот новые будут. Будет красиво. Вот там цыплятки. Сейчас у них можно подниматься. Они, правда, сегодня уже такие операции начали, а вчера-то они их уже не съедили. Они уже распыточились. У нас бывают месяцы, когда мы уходим в такой минус, допустим, когда мы в начале месяца платим 40 тысяч за корм, потом в конце месяца 40 тысяч за доставку корма, а доходы от яйца, допустим, там 17-18, ну 20 тысяч максимум. И поэтому, вы знаете, люди очень просят не бросать. У меня иногда опускаются руки, а такое бывает. Чтобы у предпринимателей не опускались руки, в этом году комитет инвестиций и развития предпринимательства существенно увеличил сумму гранта с 300 до 500 тысяч рублей. Эти средства помогут увеличить поголовье птиц до 1000. Следовательно, количество перепелиных яиц увеличится до 750 в сутки. Увеличить поголовье до 1000 в этом году сможет и еще один владелец крестьянско-фермерского хозяйства – Олег Павленко. У фермера более 400 голов. Кроме птиц в хозяйстве козы, кролик и поросята. Ты не бодаешься? Домой, 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 домой. Домой, 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 домой. Дружелюбному козлику-кубику и свинке Нюше, как и ее соседям, очень тесно в небольших загонах. А сейчас с наступлением осени еще и очень холодно. В первую очередь мы хотим часть небольшую потратить на постройку второго здания. Ну и то, так думаю, может одно большое сделаем, посмотрим. То есть нам нужно побыстрее сделать, чтобы, как говорится, до снега. Потому что уже реально так прохладно. Мы печку добавили, уже внутри там тоже подтапливаем. И хорошо, что вот эти деньги гранта. Большое спасибо, что, так сказать, не бросили нас, а помогли. В этом году Комитет инвестиций и развития предпринимательства поддержал 7 бизнес-проектов. Среди победителей 7 крестьянско-фермерских хозяйства.